приветствую меня зовут лавров даже когда не зовут и это пятница даже когда кругом осень разве что про то что кругом осень вы узнали только что из новостей ну про отопление газ и энергетику а сейчас после таких новостей узнаете про все остальное в международной рубрике лавров за гранью и это потому что в моей рубрике все еще чуть более тепло лампово и немного за и события за граничной и аналитика эту самую грань переходящие переходящие конечно на словах но и на личности я перехожу тоже особенно на те что за мировой кулисой круглый год парятся причем каждый даже не такой личности даже больше чем другие поры года конечно же именно осенью хочется смысле хочется сесть у камина накинуть плед взять кружку глинтвейна и получить кусочек польши ой нет это мы отрежем а политически нейтрально скажем что по пятницам всем хочется посмотреть хорошее кино пусть даже и немецкое пусть даже и с переводом а из хорошего немецкого кино с переводом известно что на небе только и разговоров что про море и газовые трубы в нем но вот пока мы не на небе сегодня давайте поговорим про женщин тем более что на земле в последние дни говорить не о женщинах разных стран не получается ни в одной прям какое-то бабье лето у нас тут кругом взять хотя бы италию там впервые в истории на выборах в парламент победили дыньки дело в том что с помощью дынек глава консервативной партии братья италии по фамилии мелони ну то есть дынька показала всем что она во первых очевидно сестра а во вторых что она независимо от гендера кандидат бесспорно весомых достоинств а вместе с ней выборы выиграли также консервативный маттео сальвини и даже еще более раз консервированный сильве бралускони оба те еще дамские угодники и теперь эти угодники всей троицы собираются свои консервативные ценности всей европе гордо покачивая нести перед собой а надо сказать что уже не первую осень в европе вслед конечно за штатами такие ценности не то чтобы приветствуются а наоборот разносятся вот и на итальянку джорджу мелони отстаивая американские ценности накинулась и стала ее поносить немецкая женщина урсула фон дер ляйен председатель ница европейской комиссии и незадолго до выборов пообещала что как только традиционные дыньки ну в смысле ценности мелони победят в италии брюссель фон дер ляйен возьмет и европейские ценности поступающие в итальянский бюджет отрежет собственно сейчас все ждут вспомнит ли о своих словах урсула или джорджа не забудет что она настоящая итальянка а заодно напомнит всем историю из которой известно что европа начиналась с рима а рим начался с того что двое белых цисгендерных мужчин сосали итальянскую волчицу кстати что в этой ситуации будут делать другие страны с в смысле после итальянских выборов тоже всем интересно тем более что после подрыва двух веток северного потока больше европе сосать почти нечего и ниоткуда а еще все ждут новостей из не европы из британии где третья женщина премьер ли страсс всего за три недели ее премьерство успела похоронить и елизавету вторую и британский фунт урезав его цену до самого низкого уровня к американскому доллару за долгие долгие годы тоже достижение не каждый мужчина смог бы мужчина нынче не такой пошел вернее иной нынче мужчина чаще в барбершоп или за границу на самокате поехал ну и совсем уж на границе наших общих перспектив и в европе и не в европе и в азии и в америке все ждут станет ли женщина следующим генсеком нато причем не бывшая президент хорватии калинда грабар китарович что было бы очень даже неплохо а например премьер эстонии кая каллас или даже премьер финляндии санна марин что понятно будет с другой стороны хуже некуда вот тогда-то у нас у всех на небе явно разговоров будет только про море хотя вот в нашей рубрике замечу лавров за грани режиссер женщина и соавтор женщина и смотрите все у нас всех по пятницам получается так что на самом деле мальчик девочка какая разница главное чтобы на руководящем посту человек был нормальный а лучше хорош но вот с этим в западных землях и на перспективу и нынче осенью прям не урожай какой-то разве что дыньки в италии созрели поэтому садимся у камина кто может или у батареи набрасываем плед или как в европе без отопления свитера в два слоя и смотрим кино у кого есть электричество и конечно новости каждый день и международную рубрику по пятницам а пока пока мужчины и особенно горячо любимой мною женщин